С лишним весом не нужно бороться, его нужно принять. А что такое жир? Это стратегический запас. Вы можете получить мою первую бесплатную консультацию на моем сайте. И он уйдет навсегда. Избавиться от той прослойки, которой мы якобы защищаемся от внешнего мира. Это было самое важное, самое святое. Они не просто жили, они выживали. Но жир уже стал неактуальным, а установки остались. Рассмотрим такое явление, как психосоматика лишнего веса. Что же является причиной лишнего веса? Здесь очень много разных факторов. Мы с вами остановимся на первом, на мой взгляд, самом главном пункте. Это отношения с мамой. А скорее обиды на вашу маму. Обиды и претензии, и невыплаканные слезы, к сожалению, копятся в нашем теле. Те эмоции, которые мы с вами не транслировали, зажали и проглотили, они все находятся в нас до тех пор, пока мы не освободим их. И так как мама была самым главным, самым важным человеком в нашей жизни, и мы не получили от нее должную любовь, если мы не получили ласки, если мы не получили признания, мы отгораживаемся лишним весом, в том числе и от мамы. Очень сильные обиды и самые сильные обиды, как правило, человек испытывает на свою мать. Не все готовы к радикальному прощению, но те, кто на это все-таки решатся, решатся на консультациях, решатся самостоятельно, решатся при помощи специалистов, они выиграют вдвойне. Они выиграют потому, что они как будто бы оправдают свою маму, почему она так поступала. Мама, она была рождена мамой своей мамой, той, которая жила во время войны, либо родилась во время войны. Это послевоенные годы, и эти мамы воспитывали наших мам. И что они могли дать нам? Они сами недоедали. Для них еда — это было самое важное, самое святое. Они не просто жили, они выживали. И они хотели, чтобы мы тоже выжили. Ни о какой радости, ни о каких удовольствиях они даже не думали. Поэтому мы пришли с программами наших мам, мама пришли с программами наших бабушек. Только с одной целью — выжить. А что такое жир? Это стратегический запас для выживания на случай войны, на случай голода или других каких-то потрясений. Если, допустим, кушать будет нечего, вы будете использовать свой жир. Но жир уже стал неактуальным, а установки остались. Установки можно убрать путём прощения, путём перепроживания, путём отпускания. И это сделать можете только вы сами. Как часто мы не можем отделиться от мамы, от её переживаний, от её судьбы, сделать так, чтобы не проживать заново её жизнь и её эмоции? Нам передаётся это, хотим мы этого или нет. Все эти эмоции, вся её жизненная история и все её непрожитые какие-то моменты мы транслируем иногда и в своей жизни, если мы не переварили их и не отпустили. Внутриутробно, находясь 9 месяцев вместе с мамой, мы сопереживаем ей, мы живём её жизнью, её эмоциями. Мы видим мир через её взгляд и впитываем её составляющую, её программу как свою. И очень часто люди уже во взрослом возрасте не могут отделиться от маминой программы. Как сделать так, чтобы не проживать заново её жизнь, а начать жить своей собственной жизнью? Чтобы начать работать с лишним весом, конечно же, нужно осознать причину этого. В данном видео я говорю о обидах и претензиях к своей матери. Никогда не поздно сделать своё детство счастливым. Нужно перезаписать, нужно ещё раз это перепрожить. Нужно отпустить все эмоции, все обиды, все какие-то страхи по отношению к маме. И тому детскому возрасту, где вам было некомфортно, где вам было больно, где вам реально было обидно. И самое главное, источником этих обид была ваша мама. Что такое лишний вес? Это жировая прослойка, которой мы отгораживаемся от внешнего мира, в том числе и от мамы. Для того, чтобы близко не подпускать её, снова не травмировать себя, быть как будто отделёнными от неё. Вот это нас как будто бы и спасает. Нам так только кажется. Впоследствии лишний вес делает нам медвежью услугу. Он не защищает нас, а наоборот ускоряет все процессы старения. Плохо влияет на нашу вегетосостудистую систему, на наши суставы, нашему организму. Трудно носить этот лишний вес. Поэтому рано или поздно мы все с вами приходим к похуданию. Я говорю все, но имею в виду тех, у кого есть лишний вес. Потому что он есть не у всех. И те худенькие девушки, когда я говорю про лишний вес, они даже не знают, о чём я говорю. Они этого не испытывали. И это великое счастье не носить на себе лишний груз прошлых обид. Подавленные и невыраженные эмоции, обиды на маму, обиды на окружающих. Они все живут в теле и скапливаются в материю. Мы таким образом материализуем все свои непрожитые эмоции. Мы накапливаем их и стараемся отгородиться от мира. Особенно если ваша мама была контролирующая, требующая, сама недовольная жизнью, крикливая. Возможно, она вас била и наказывала. Вы физически очень страдали. Я уже не говорю про эмоциональную часть вашей жизни. Такие дети, вырастая, они хранят эту обиду на свою маму долгие годы. И многие даже по этой причине не становятся мамами, потому что они не хотят быть как мама. И вселенная слышит «я не хочу быть мамой», потому что «я не хочу испытывать таких же эмоций». «Я не хочу передать ту боль, которую мне передала моя мама». Что можно сделать самостоятельно? Ну, конечно же, обратиться к своей маме, если вы можете найти слова подходящие. Подойти к своей маме, обнять ее, поцеловать и сказать ей следующие слова. «Дорогая мамочка, я уже выросла. Я уже сама взрослая девочка. Благодарю тебя за то, что ты мне подарила жизнь. Я тебя очень люблю. Прости меня за все, что было между нами». И все. А там уже будет желание вашей мамы прощать вас или нет. Но в любом случае вы высказали, вы освободили свою душу. Если мамы вашей уже нет в живых, можно написать ей письмо благодарности, можно просто помянуть ее. Но мама, какая была в вашем сознании, такая и она и останется. Вы можете поменять лишь свое отношение к маме и к тому весу, которым вы защищались, в том числе и от мамы. Если причина вашего лишнего веса в обидах на маму, то это можно все исправить. Приходите на консультацию к психологу, ко мне. Мы будем прорабатывать вместе с вами эту проблему. Я работаю как онлайн, так и в кабинете. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. С вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. Вы можете получить мою первую бесплатную консультацию на моем сайте. До новых встреч!